Многодетная семья Даниленко одна из первых принимала гостей пожарных. Квартира расположена на втором этаже дома с печным отоплением. Прибор-извещатель здесь особенно необходим. Начать решили с детской. Для детей она своевременно дает сигнализации. Ребенок будет знать, если ребенок объяснит, что это такое, для чего оно предназначено. И самому страховаться тоже не лишнее. Выход уже дети знают, куда идти, в какую сторону. Извещатель появился сегодня и в комнате Ксении Савельевой. Девушка с детьми живет в общежитии. Нередко и готовить еду, и стирать приходится в спальной зоне. Электроприборов на небольшой площади у каждого жильца здесь немало. Сын Рома с интересом наблюдает за всем происходящим. В свои пять лет уже неплохо разбирается в правилах пожарной безопасности. Нельзя поджигать стенку. Нельзя ничего поджигать и держать. Монтируют приборы студенты училища Олимпийского резерва. Контролируют работу профессиональные огнеборцы. На установку одного извещателя уходит не больше десяти минут. Оборудование тут же проверяют. В спокойном состоянии красный огонек периодически мигает. Поджигают бумагу. Светодиод горит непрерывно. Прибор сам в эксплуатации не сложен. Мало, что требуется, это его протирать и ухаживать. В случае необходимости менять батарейку. Батарейки, как обещают специалисты, менять предстоит не чаще одного раза в год. Известит хозяев дома о том, что заряд исчерпан, прерывистый звук каждые полминуты. За один день представители Добровольного пожарного общества и отряда противопожарной службы района посетили пять у стебаканских семей. Акцент делали именно на такие, где воспитываются дети. Всего же в районе планируют смонтировать больше 70 автономных извещателей, причем все абсолютно бесплатно. Оборудование закуплено на средства гранта Минтруда. Местное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества выигрывает денежные сертификаты уже во второй раз. Так, в прошлом году подобные бесплатные для населения датчики появились в домах многодетных семей Алтайского района. Сегодня на очереди у стебака на 15 марта село Калинино. Данный датчик, он рассчитан на дым. Большинство людей, которые погибают на пожарах, погибают именно дымом. Желательно, конечно, всем установить, потому что это действительно элементарная защита от пожаров. Специалисты добавляют, стоимость домашнего извещателя относительно невелика, в пределах 400 рублей. Так что самостоятельно обезопасить себя смогут все желающие. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.